Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Доктор Неменсис, и в сегодняшнем ролике, как вы уже могли догадаться, очередная часть рубрики «Противостояний», в которой моим соведущим неизменно остаётся мой друг Евгений. А в сегодняшнем сравнении сойдутся персонажи, которые при других обстоятельствах шили бы вам неплохой шарфик, а именно Лабок из аниме «Убийца Акаме» и мечник скрытого тумана Кушимару. А первым критерием в нашем сравнении являются физические навыки. Лабок не отличается физическими навыками, даже учитывая, что управляет нитями и находится в хорошей форме. Кушимару является достаточно худощавым, но он в отличной форме, так как он является шиноби, из-за чего он, как минимум, очень вынослив. Курья Арара Кушимару болезненно худощавый, но невероятно быстрый и является шиноби, а это означает, что он, как минимум, крайне вынослив. Так что ставлю 5 баллов. Лабоку же я поставлю 3 баллов, ведь хоть он и в отличной физической форме, но она никак не сравнится с той, которую он мог заполучить, будучи шиноби. А следующий критерий, который бы можно в это сравнение было бы не вносить, это способности персонажей. У Лабока нет суперспособностей, однако это не мешало ему в битвах. У Кушимару нет никаких сверхспособностей, если не учитывать его нечеловеческую скорость даже для мира шиноби. Официально у Кушимару нет суперспособностей, хотя его скорость выше человеческого предела, поэтому ставлю 5 баллов. У Лабока нет никаких сверхспособностей, хотя попрошу заметить, что это ему никак не вмешало в бою, из-за чего я поставлю ему 2 балла. А следующий наш критерий, это психическая стабильность. Лабок полностью психически стабильен, даже является очень веселым и добродушным человеком. Кури Арару нельзя назвать психически стабильным персонажем, так как он, по его же словам, совершил много ужасных действий, а также убил собственного сенсея. Он получает истинное удовольствие от убийств. Кури Арару Кушимару крайне нестабилен. Ему жутко нравится убивать, а также он совершил много ужасного, по его же словам. Например, убил своего сенсея. Так что ставлю 1 балл. Лабок же полностью психически стабильен. Он является добрым и веселым человеком, из-за чего я поставил ему 5 баллов. Следующий наш критерий, это интеллект. Лабока можно отличить высоким интеллектом. Например, убегая от врага, он охватил всю территорию сражения своими нитями, благодаря чему смог контролировать даже телепорта соперника. Высоту его интеллекта доказывает и его гениальное владение оружием. Кури Арару нельзя назвать гением, потому что он показал манги и в аниме. Но он является отличным бойцом, умеющим работать в команде и владеющим перевосходным стилем боя. Кушимару один из самых опасных шиноби и умеет работать в команде. И говоря уже о его стиле боя, ставлю 5 баллов. Его же противнику я также поставлю 5 баллов, ведь в отличие от мечника его интеллект неоспорим. Следующий критерий, без которого в этом сравнении уж не обойтись, это оружие наших персонажей. Лабок всегда носит остальные когти на каждом пальце, но использовал их только для управления нитями. И вот Эйгу Кросхейр является самым сложным в использовании и позволяет делать что угодно. Создавать ловушки, убивать врага в воздухе, делать построения для перемещения в пространстве и многое другое. Оружием Кушимару является клинок Кабутовари, который по своей сути является огромной иглой, которая может проткнуть нескольких противников за один раз, свежазавши их тела. А в руках умелого бойца, как Кушимару, это очень смертельное оружие. Клинок Кабутовари очень интересный, ведь является большой иглой. Это один из самых опасных мечей, а в руках Кушимару это неописуемо опасный предмет. Но он далеко не так болезненно эффективен, как Кроссхейр, поэтому ставлю 3 балла. Кроссхейр же я поставлю 5 баллов, ведь об его смертоносности не идёт никаких вопросов. А применений намного больше, чем у клинка. А следующий наш критерий, это владение оружием. Ведь не важно, насколько оно у тебя сильное, важно, чтобы ты сам себя им не убил. Лапок мастерски управляет своими нитями и способен обеднять их в копьё, которое после попадания разрывает соперника на части, или защитит себя. Также он знает свойства всех нитей и отлично использует их в бою. Куриарар же мог бросать свой меч на достаточно длинные расстояния, пробивая по несколько человек за раз, а потом сшивать их в воздухе и на земле. Куриарар Кушимару мог метать свой меч на длинные расстояния, протакая врагов, сшивать их в воздухе и делать ловушки. Во владении оружием он почти не уступает Лапоку, поэтому 5 баллов. Лапоку я также поставлю 5 баллов, ведь он не уступает ни в чём мечнику. Нашим финальным критерием является боевой опыт. Лапок прожил лишь 14 лет, но участвовал в многих сражениях. В каждом из которых побеждал. Он также был солдатом империи и смог уйти из её армии, что тоже было совсем нелегко. Куриарар же прожил всего лишь 24 года, но при этом он стал одним из опаснейших, когда-либо живущих в Шинобе. Деревня скрытого Патумана, а его побеждённых врагов уже и не сосчитать. Куриарар и Кушимару прожил лишь 24 года, но уже долгое время был одним из самых опасных Шиноби, а всех убитых им врагов не сосчитать, поэтому ставлю высший балл. Хоть Лапок и во многом не уступает своему противнику, но он прожил на 10 лет меньше его, так что я поставлю ему 4 балла. Ну что ж, пришло время подводить итоги. В общем, итоги Куриарар и Кушимару получил 29 баллов. Лапок не отстал от своего противника ни на 1 балл, и также получил 29 баллов. А на этом у нас всё. Не забудьте поставить свои королевские лайки и оформить не менее королевскую подписку. С вами был доктор Немезис, и до новых встреч!